Организация «Помощь церкви в нужде» помогла восстановить 6 тысяч домов христиан Ирака, которые вернулись после падения группировки «Исламское государство». Теперь организация занимается восстановлением структур церквей. Например, работы ведутся в соборе Аль-Тахиров Каракоши, крупнейшей христианской церкви страны. В прошлом году организация осуществила 5 тысяч 230 проектов в 139 странах. У нас есть интересная особенность. Мы оказываем пастырскую поддержку, и здесь я подчеркиваю пастырскую поддержку страдающей церкви. Это не просто поддержка, так сказать, солидарность, но поддержка, движимая молитвой и, следовательно, благотворительностью. Это основополагающая черта нашей организации. Организация осуществляет свою деятельность благодаря 330 мелким и крупным дарителям, жертвующим деньги в фонд. В своем последнем отчете, после выражения благодарности за пожертвования, папский фонд отчитался о деятельности и объяснил, на что были потрачены 106 миллионов, собранные в 2019 году. Помощь церкви в нужде известна своей работой по оказанию помощи преследуемым христианам и повышению осведомленности об их нынешнем положении. Сегодня не менее 200 миллионов человек не могут свободно исповедовать свою веру и подвергаются преследованиям или дискриминации в более чем 40 странах мира. Поэтому в 2019 году фонд поддержал христианские проекты в Нигерии, Камеруни и Буркина-Фасо, где бушуют джихадистские фундаментализмы и терроризмы. Также партнеры по нашему проекту сообщили нам, что в районе озера Чад в Камеруни, Нигерии и Чади, Боко Харам восстанавливают свое присутствие, используя новые стратегии запугивания, такие как отрезание ушей сельских женщин в качестве наказания за то, что они не повиновались их проповеди. В Сирии, где население все еще переживает последствия десятилетней войны, организация доставляет чрезвычайную и гуманитарную помощь. Христиане имеют право оставаться на своей родине. Наша материальная помощь позволяет христианским семьям выживать и тем самым помогать христианам оставаться на Ближнем Востоке. Положение наших братьев и сестер в колыбели нашей веры остается уязвимым, но мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы поддержать их. Кроме этого, организация помогает одному из десяти священников по всему миру, поддерживая их в жизни, пастырской и социальной работе. Они также помогают каждому седьмому семинаристу, чтобы те могли продолжить свое образование. Кроме того, известно, что около 13 тысяч монахинь работают в зонах военных действий, трущобах и изолированных районах. Теперь приоритетом помощи церкви в нужде является поддержка этих монахинь во время пандемии, чтобы они могли продолжать заботиться о многих забытых людях. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы остаетесь духовно здоровыми и не упускаете из ввиду причины, по которым церковь страдает.